Это ж татарский дом, это ж им дали дом. А тут, получается, часть ушла по татарский дом, а часть, тут же было какое-то аграрное министерство, если я не ошибаюсь. Да, вон президиа, национально-аграрные президиа, получается, на аграрных наук Украины. А с левой стороны, получается, вот эта же улица Царика бывшая, теперь она, ой, а как она теперь называется? Уже ж не Царика, Царик это же бывший работник завода Арсенал. И сквер сделали они, сквер Кацубайла теперь поменяли. Это ж, кстати, по вот этой стороне, где президиа находится, и там же ж водоканал, потом дома, 15-й, не 15-й, 11-й, 13-й номер. На этой территории раньше был еще в царские времена ипподром. А приезд последнего царя Николая II в Киев, он останавливался вот в этом доме, согласно исторических записей. Это дом еще постройки до революции. А на сегодняшний момент тут, получается, жилые квартиры, а вир, тут высокие потолки. Ну, тут, получается, они же порезали эти квартиры на маленькие. В свое время тут вообще были коммуналки, а потом уже же повыкупали. И с торца дома было посольство какой-то республики, типа Шкит. А они уехали, и на сегодняшний момент там магазин. Если я не ошибаюсь, вроде продажи женского белья. Вот вместо вот этого дома, вот этого, тут был ипподром, и он стоял довольно-таки долго. Наверное, где-то до начала 60-х годов, а потом уже ипподром ушел на Глушково, туда, в Голосеевский район. Ну, тут с торца хорошо выглядит этот дом, потому что первый и второй этаж занимало посольство. Можно вот тут вот снять. Сейчас вон, каре блэнк какой-то, Париж, вот этот магазин стал. Вот с этой стороны было посольство, два этажа они занимали. А может, даже и три, скорее всего. А это бывший Печерский торговый центр. Его открыли где-то в 80-е годы, в начале, даже в середине, скорее всего, что 80-е годы. Открыли. Размах был на тот момент просто потрясающий. Был ресторан, была пекарня, торговый центр, продавались на первом этаже продукты питания. Аптека была, галантерея, трикотаж на втором этаже. Ну, довольно-таки интересно было заведение. И на тот момент это был размах, конечно, сумасшедший. Потому что аналог этому торгового центру был универсант Печерский, который на сегодняшний момент магазин, большой карман на Печерской площади. Поэтому оно очень интересно. Также по левой стороне белое здание вот это. Это здание Киевгорстроя. Оно хорошо развернулось благодаря Амельченко. Он, конечно, вложил и сердце, и душу в развитие города в плане строительства, постройки новых домов. Это был целый концерн. Они представляли собой конкуренцию Позняки Жилстроя, который держал Мехитарян. Но на сегодняшний момент Мехитаряна старого нету. Он уехал до нын давно, еще во времена власти Януковича. И в Арабских Эмиратах у него стройки идут. Он вложился там довольно-таки хорошо. И была информация, что бизнес развивается и довольно-таки хорошо. Тут остался сын, который занимается строительством. А корпорация Киевгорстроя была основана в 1955 году, согласно табличке. И тут же у них по первому этажу, там, где написано «видел продажу», там был банк Аркада. И они же продавали квадратные метры жилой-нежилой недвижимости прямо тут на месте. Цена у них была относительно адекватная. Фактически два больших застройщика на тот момент было. Это конец 90-х, начало 2000-х. И цена была относительно адекватная. Но так как это была корпорация, частично частная, частично государственная, плюс ко всему сложением денег городской администрации, Оно все растянулось. В этом году был очередной скандал с руководителем Киевгорстроя. И эта корпорация банкрот на сегодняшний момент. По правой стороне мы видим корпус автодорожного бывшего института, который на сегодняшний момент Национальный транспортный университет. И он таким стал с конца 90-х, начало 2000-х полностью. Люди сюда идут учиться, получают высшее образование по автомобильной теме, по строительству дорог, мостов, туннелей. Конкурс большой, знания дают неплохие. И потом уже выпускники идут и устраиваются работать по государственным органам. Также по левой стороне мы видим старые постройки четырехэтажный дом. Он немножко изменен. Левая сторона крыши осталась старая, правая сторона массандровое помещение появилось. Но это все цветочки по сравнению с домом, который находится за этим зданием. Там шагнули и сразу настроили четыре этажа. Можно показать по левой стороне. Мы сейчас немножко пройдем вперед, и оно будет видно. Там настроили довольно-таки хорошо. И это все дома довольно-таки старые. И постройки весьма и весьма интересные. Вот отсюда, с этой стороны, именно показать торцевую часть этого дома. То, что выходит на бывшую улицу Январского восстания. Сейчас это улица Лаврская, бывшая улица Мазепы. Это по левой стороне. Вот они настроили. И это здание стоит напротив гостиницы «Салют». Гостиница «Салют» на сегодняшний момент, готель, не функционирует фактически. За гостиницей «Салют» на Телеграфном переулке мы видим построенный новый дом. По прототипу такого же самого проекта, как возле Марининского парка. Там, где самые дорогие квадратные метры в городе Киеве. Правее мы видим... Как только что отбаку? Значит, ради интереса... Значит, так, чтобы вы понимали, если присмотреться, дом по окнам, там, где вот такое вот серенькое, это все затянуто пленкой. И фактически, наверное, процентов 80 квартир в этом доме, которые не сделаны еще ремонт, и никто там не живет. В этих квартирах. Ну, хотя они являются собственностью. Значит, стоимость квартиры без ремонта... Сколько? Полтора миллиона? Значит, от полутора миллионов квартира и до пяти миллионов, это все в долларах, в долларах. И до пяти, если там сделан какой-то ремонт. Ну, ремонт в основном сделан по принципу царских хоромов, с лепниной и со всеми остальными делами. Также мы видим дворец пионеров бывший. На сегодняшний момент это Минский палац Детейта Юнацтва. С правой стороны пристроены к дворцу пионеров ресторан Бельведер. И какие-то офисные помещения, непонятно, чьи они, и все основные. Бельведер на сегодняшний момент не функционирует. И порядок цифр в этом ресторане был почти что космический. Но, тем не менее, определенный контингент ходил и мог себе позволить там посидеть. Также мы видим парадный вход в бывший парк Славы. Обратите внимание на то, что с левой стороны были даты 1941 год, где девочка сидит слева от нее. На сейчас уже отбиты эти цифры, а с правой стороны, где флаги, написано 1945 год. И парк был, он был давно. В конце 80-х, да, в конце 80-х тут была полностью сделана реконструкция. Этому парку сделана довольно-таки интересно. Мы сейчас зайдем, пройдемся по этому парку. В центральной части там аллея погибших солдат, которые принимали участие солдаты и офицеры советской армии при освобождении города Киева и Украины. Там в основном похоронены погибшие солдаты, которые получили за свои боевые заслуги звание Героя Советского Союза. Также есть аллея памяти участников партизанского движения. Это тыльная сторона бывшего автодрожного института национального университета, национального транспортного университета. А это 90-я школа, она тоже после реконструкции довольно-таки хорошо сделана. Поменены, поставлены пластиковые окна, сделано утепление. Тут какой-то фитнес-клуб, который используется. Люди ходят. И занимаются. И он весьма и весьма цивильный. У них площадка своя, закрытая территория. Это очень старая школа. Если я не ошибаюсь, она еще, наверное, в 40-х, 50-х годах. Она с того момента функционирует. Также тут светофор не работает. Но чтобы у вас будет со светофором, надо обязательно нажать кнопочку. Тогда идет переключение. И после этого, тогда уже можно совершить переход. Загорается зеленый сигнал светофора. И можно перейти совершенно спокойно. За парком смотрят. Тут свое зеленохозяйство. В подтверждение этого, вон, товарищ косит травку. Бензокосилка. Ну, тут смотрят. Сюда привозятся официальные делегации. В парк Славы, так называемый. Но продолжение парка Славы, вот отсюда он начинается. Идет дальше. Кусочком. Он жертвам Голодомора 1932-1933 года. И переходит уже потом в территорию Киево-Печерской лавры. Получается, верхняя часть, они рассказывают нам, что там исторический заповедник. Вот, внизу часть, это уже там, где жили монахи с кельями, дальние, ближние пещеры. Вот это вот все, это бронза, да? Вот оно зеленоватого цвета, вроде бронза. Мемориал довольно-таки хороший, но у нас всегда найдутся люди, которым где-то что-то не нравится. Они рассказывают, что Вторая мировая и Великая Отечественная война, это все не так, это все не то. Вот мы видим, что парк основан в честь 35-летия Великой Примоги. Вот мы видим барельефы Героев Советского Союза, принимавших участие в партизанском движении. Значит, тут правый, это Ковпак, а это, если я не ошибаюсь, с левой стороны, это Федоров. Тоже, это два участника партизанского движения, участники Великой Отечественной войны, достойны звания Героя Советского Союза. Федоров два раза награжден, а, и Ковпак два раза. Первый раз он, получается, в 42-м, и второй раз получил звезду Героя в 44-м году, Ковпак. Ковпак жил после войны в Киеве, жил он в здании, у него дом был, который сейчас стоит напротив Мариинского парка. Сейчас там хозяйство Верховной Рады, как раз, получается, недалеко от Верховного Совета. Дальше идут, тоже все позбивали. По правой стороне тут Тимошенко, и еще это самое, получается, это Береговой, герой-летчики. Так, и султан Ахмед Хан, это те, которые принимали участие во Вторую мировую, ну, в Великой Отечественной войне. В основном тут удар был на Великую Отечественную, потому что потом уже начали рассказывать про Вторую мировую, которая началась с 39-го года. А так, это 41-го, это считалось Великой Отечественной. Тут отдельно стоит памятник Кожедубу, трижды Героя Советского Союза. Довольно-таки симпатично, красиво и интересно сделано. Он принимал тоже участие в Великой Отечественной войне, сбивал немецкие самолеты. Это, получается, аллея воинской славы, ну, уже частично она поломана. Вот тут мы выходим к самому Борельефу, к Вечному огню. Обелиск стоит. Плюс ко всему, тут шикарная смотровая площадка. Видно Днепр и видно левую сторону города Киева, выходящую на Бровары. Вот аллея Героев Советского Союза, которые похоронены. Были тут надгробные плиты стоят. И ступеньки, вход с парадной части, это центральная аллея. И сюда приносили, возлагали цветы. Объединено парк славы и мемориал Голодомора. Значит, вот идет еще продолжение мемориала. Вверху мы видим старую центральную часть. Потом идет аллея, там где перечислены люди, которые погибли от Голодомора. И репрессии советской власти. По ступенькам оно спускается вниз. Видим, доделывается комплекс, вторая часть. Будет смотровая площадка с двумя лифтами по парковой дороге. И с видом на Днепр и на левую сторону города Киева. Видим мы впереди Броварской проспект. На сегодняшний день, на сейчас, будний день и час пик. Видим на мосту метро пробка. В центральной части города люди едут на спальные массивы. Также видим католийскую церковь впереди. Если смотрим в левую сторону, идет застройка домов новых. И вон маленькие домики. Это русановские сады. И выход туда на Троечину и на Северный мост. По правой стороне идет туда выход на Харьковский массив. И выход на Борисполе. По направлению. Днепр спокойно. На пляже даже есть люди. Сегодня температура, вот сейчас, 27 градусов. Обещали дождь, но пока он не пошел. За мемориалом и вот этой свечой мы видим уже начало Киево-Печерской лавры. Там довольно-таки большой ансамбль построек, храмов, башен. Потому что там же находится в нижней части и был заезд хозяйственный в Киево-Печерскую лавру еще во времена царизма. И там композиция очень большая. Там много разных музеев. Видим также вал за свечой, который находится. Его частично порезали. Там сделали ступеньки, можно на него подняться и посмотреть. Там же как раз церковь, если я не ошибаюсь, вроде бы Юрия Долгорукова она называется. Там тоже правятся какие-то службы. Также там что-то, какие-то здания для учебы от какого-то там нашего музыкального учреждения. И дети ходят и занимаются. Там студенты, получая высшее образование. Песни и пляски. Довольно-таки интересно. Это постройка парка Славы. Довольно-таки старая. Кстати, вот по вот этим аллейкам. И внизу аллея идет. И она заходит в эти... По левой стороне. Покажи вот там вот эти деревья. Там заход. И мы можем попасть в нижнюю часть Киево-Печерской лавры. Там опорная стена и въездные ворота. Но если пройти еще дальше, то мы тогда попадаем в двум колодцам, где набиралась вода для жителей Киево-Печерской лавры монахов. И там была своя жизнь. И они там жили полным комплексом. Тут даже в свое время по этой горке можно было совершенно спокойно кататься на санках. Что мы, кстати, в детстве делали. Вот отсюда видно хорошо, как мост метро. По нему ездят и автомобили, а также ездят непосредственно поезда метрополитена. Это же красная ветка, да? Я сто лет на том метро не ездил. Красная ветка. И она доходит аж до станции Лесовая. Конечная станция перед Браварами. Городом-спутником Киева. Ну, что-то нету поезда. У нас в связи с тем, что сейчас позабирали под моим... О, вон идет как раз поезд метро. Сними пусть. Чтобы оно было видно. Поезд метро. Вот это вот он идет непосредственно на левую сторону Днепра. То, что я говорил, вот это вот продолжение комплекса. Мы видим черную шахту такую. И сверху конструкцию. Это лифт. Их два. И дальше в глубине мы там видим уже смотровую площадку. Она сделана по принципу, как в Марининском парке. Возле Верховной Рады. С видом на левую сторону города Киева. Кстати, отсюда не видно. Но когда по дороге спускаешься с площади Славы вниз и делаешь поворот на парковую дорогу. Там стоит церковь Андрея Первозванного. Там, где служат службу, правят на сегодняшний момент. Люди есть. Украинская? Вроде украинская она на сегодняшний момент. Ну и там же с другой стороны дороги, получается, Насходится Аскольдовая могила. Там, где были захоронены хлопцы частично, которые принимали участие. Герои Крут в Батурине. Они давали бой непосредственно войскам Красной Армии во времена революции. И за 20 гривен также можно посмотреть достопримечательности левой стороны Днепра и левого берега. Довольно-таки интересно и есть что посмотреть. Застройка пошла. Вот эти все высотные здания, их довольно-таки много. И строится на сегодняшний момент, конечно, меньше. Но стройки идут, и они не останавливаются, даже несмотря на то, что в стране идет война. Они, конечно, гораздо хуже, но стройки идут, и все продолжается. Вот это же, получается, внизу идет дорога, и она пошла туда в деревья. И отсюда идет дорога тоже. Можно приехать даже грузовым транспортом. По этой дороге, если ехать, это сейчас тут сделали ступеньки, раньше их не было. И там дальше детская площадка такая небольшая, из двух частей она состоит. Это старая, еще она была тогда первоначально. И хоздвор непосредственно Парка Славы. И отсюда уже начинается мемориал Голодомора. Тоже вот стоит тут. Даже вон полиция работает, что-то смотрит, что-то сверяет, девочка им что-то рассказывает. Вот это вот валы, которые на сегодняшний момент, ну, они не пострижены, но, я думаю, на этой неделе, максимум на следующей, уже покосятся трава точно так же, как внизу, и она будет иметь совсем другой вид, и будет полный порядок. Кстати, мемориал этот Голодомора был построен полностью во времена Ющенко. Когда Ющенко был президентом, были вложены средства, и непосредственно было все это организовано в памяти о том, что происходило в Украине в 30-е годы. Это вход уже непосредственно в Национальный музей Голодомора, Игноцельдов. Оно сейчас закрыто, работает до 6 часов вечера, с 10 до 6. Также тут скульптура стоит девочки, мы сейчас к ней подойдем. Это композиция из жерновол, которыми непосредственно перетиралось зерно, и из зерна делали муку. Вот их выложили. Стоит барельеф девочки, которые с колосками, и память миллионов детей, жертв Голодомора и геноцида 1932-1933 года. Оно подсвечивается. Сюда приносят цветы, веночки. Поэтому сделано довольно-таки красиво, хорошо и назидательно, чтобы люди помнили, что была такая трагедия. Девочки сюда приносят и оставляют то яблочко, то кусочек хлеба в память о тех детях, которые погибло очень большое количество из-за голода, который был искусственно сделан, согласно информации исторической, и поднятым архивом уже в независимой Украине. то, что оно пооставалось. Город полон каштанов. Вот вы можете увидеть, это старые деревья, их довольно-таки много, но именно в этом парке есть и каштаны, и клены, и акация, тут смешанные деревья, и довольно-таки красиво, хорошие кусты, за парком смотрят, подстригают, убирают. Ну, сюда приезжают официальные делегации, поэтому международные причем тоже привозят. Довольно-таки часто присутствуют тут на разных мероприятиях и президент Украины, работники кабинета министров, правительства и Верховного Совета. Мы видим по правой стороне это все старая застройка, ничего тут нового нету, потому что это историческая старая часть города. Вот, кстати, мы видим в подтверждении моих слов памятный знак, что этот куст Калины, посаженный президентом Украины Виктором Ющенко и его супругой Катериной Ющенко в ноябре 2008 года. Это как раз на тот момент, когда Ющенко был президентом Украины. Дальше, двигаясь по аллейке, мы подходим к концу парка. Он заканчивается склоном вот этого вала, который растянулся, и общественным туалетом, который один и весь парк. И уже за этим валом, через каких-то 150 метров, начинается комплекс Киево-Печерской лавры. Уже стоит стена, башни, въездные ворота в Киево-Печерскую лавру. Мы сейчас туда подойдем, и можно будет это все посмотреть. Киево-Печерской лавры. Киево-Печерская лавры. Продолжение следует...